Здравствуйте! С вами программа «Время женщин» и мы, как всегда, говорим о молодости, красоте и, конечно же, о нашем женском здоровье. Сегодня в программе «Здоровая мама – здоровый малыш». Здоровый малыш – это умные роды. Каждая женщина умеет рожать. И мы на бородовой подготовке просто помогаем ей вспомнить. СПФ-фильтры – очередной рекламный трюк или вся правда о солнцезащитных кремах. Еще лет 20 назад роды считались сделанным врачем. Сегодня врачи 21 века. Все чаще говорят нам о том, что успешные роды лишь тогда успешны, когда сама женщина принимает в них активное, а главное – правильное участие. Как по-умному подготовиться к родам, мы узнаем. Вот за этой дверью. Врачи утверждают, 98% успешных родов зависит от психофизиологической подготовки самой матери. В европейских странах, к примеру, вопрос «ходить или не ходить на такие курсы» даже не обсуждается. Готовятся к родам женщины там, начиная с момента постановки на учет по беременности. Сегодня, к счастью, большинство российских женщин подходит к этому вопросу с ума. Если взять нашу практическую деятельность в течение, можно сказать, 10-20 лет назад, когда женщина уже самостоятельно шла на роды и не проводилась психологическая подготовка, то мы, конечно, получали большие результаты в сторону патологических моментов. На сегодняшний день травматизм, в принципе, в родах, он уже практически у нас ушел. Сегодня в российских родильных домах значительно сократилось число мертворожденных детей, сократилось и число детей с родовыми травмами. И все это, по большому счету, благодаря качественной психофизиологической подготовке беременных женщин. Звонит девочка, два часа как утвердила, голос. Вот знаете, как будто бы только что проснулась, радостная, в эйфории вся. Знаете, рожать – это так круто! Это ее слова. Мало женщин могут потом похвастать, что рожать – это вообще так круто! Если женщина будет знать, что такое сама беременная, что такое роды, уберутся все вот эти страхи перед родами, конечно, мы получим очень положительный результат. Что включает в себя качественная психофизиологическая подготовка? Это прежде всего осознание того, что время «я» закончилось. Начинается время, когда нужно думать о своем ребенке. Я мама, я справлюсь, а вот ему там тяжело и, возможно, тяжелее, чем мне. Подобное отношение делает роды умными, а значит, менее болезненными для себя и ребенка. Кроме этого, будущей маме врачи настоятельно рекомендуют учиться расслабляться и правильно дышать. Когда мы дышим, происходит что? Расслабление тела и выброс эндорфинов, то есть природных обезболивающих. Вот. Выброс эндорфинов, человек расслабляется, настроение поднимается. Вы же сейчас вот видели, да? Девочки дышат и говорят, ой, что ты как-то мне захорошила. Потому что эндорфины работают. Самое главное, в голове нужно следить еще за тем, что тело мое расслаблено. Потому что будет, знаете, такое желание зажать тело. Представляете, я сейчас зажну тело, да, и буду прыгать, еще пытаться дышать. Эффект будет? Нет, не будет. То есть тело совершенно расслаблено. И что? И я буду до 20 считать, а вы подышите. До школы родовой подготовки я очень переживала, меня волновалось. Я думала, что это вот так ужасно, думала, что я умру. Но очень сильные переживания были. И... А когда я пришла сюда, и с первого уже занятия, как у нас начали говорить, все, у меня вообще абсолютно все пропало. Я готова рожать, я сейчас свободно порхаю, сейчас схожу. К окончанию дородовой подготовки она говорит, да, я понимаю, что я ответственна не только за себя, а за благополучие своего ребеночка. Вот я понимаю, что да, не зря работаю. Известный психолог и психотерапевт Станислав Ром говорил, что акт родов есть звездный час каждого человека. И если он нормален, значит и жизнь человека началась благополучно. То есть счастье наших детей в наших женских руках. Мы поговорили о здоровье, а теперь о красоте. СПФ фильтры, очередной рекламный трюк или вся правда о солнцезащитных кремах. Солнцезащитные кремы, пожалуй, это один из наиболее важных продуктов для защиты нашей кожи. Но верно также и то, что эти продукты вызывают самое большое количество вопросов и заблуждений. Отчасти это связано с тем, что продукт достаточно новый, ведь во времена наших мам ничего подобного не было. Ну что ж, давайте разбираться. Весна в самом разгаре, потому эта тема особенно актуальна. Сегодня уже доказано, что у людей, часто выезжающих погреться на солнышке, намного чаще встречается рак кожи. А причина тому – солнечные лучи. Почему мы вообще загораем? Это происходит под действием лучей типа B. Они проникают в роговой слой кожи и провоцируют выработку меланина, защитной реакцией клеток на солнечный ожог. От количества меланина зависит и цвет загара. Получается, что превосходный шоколадный оттенок кожи – это свидетельство тяжелой борьбы организма с солнцем. Иногда такая борьба провоцирует рак. Что касается молодости, то ее главный брак – солнечные лучи типа A. Они проникают уже в глубокие слои кожи, повреждают коллаген, эластин, а значит ускоряют процесс остарения. Можно ли защитить нашу кожу? Несомненно. Шляпки с широкими полями, закрытая одежда, но и обязательно кремы с солнцезащитным фактором. Шляпки в коем случае не рекламный. Солнцезащитный фактор имеет большое значение. И в любое время года и зимы, и лета. Разница лишь в том, что уровень защиты должен быть в зимнее время более низким, в летнее время более высоким. В зимний период это 10-15 СПФ должно быть, а в летний период это 30-40. Сразу говорю, что для зоны вокруг глаз СПФ не должен превышать 15, а для кожи лица, шеи, декольте не больше 40. 10, 20, 30, 40 – все это цифры СПФ. Они определяют безопасное для кожи время нахождения на солнце. Чем ниже цифра, тем меньше часов вы можете наслаждаться его лучами. Но максимальный фактор не должен превышать цифры 50. Что касается солнцезащитных фильтров, раскрою вам еще один секрет. Оказывается, состав солнцезащитных кремов может быть как физический, так и химический. Ну, химические факторы защиты, они более продолжительного действия. Это факторы нового поколения. До 12 часов они могут работать, да. Но физическими факторами защиты, содержащие крема, они наносятся повторно в течение дня. Итак, если в составе крема вы увидели название «триозан» и «триозин», значит, сюда входят химические компоненты. Если в составе оксид титания, оксид цинка и диоксид титания, значит, здесь содержатся физические компоненты. Кстати, химические или физические компоненты крема вы можете отличить и на ощупь. Если при нанесении на кожу ваш крем оставил белую пленочку, значит, защищать он вас будет недолго. Это физический фактор защиты. Физические факторы защиты, они требуют повторного нанесения, но в отличие от химических факторов защищает 100%. Ультрафиолетовые лучи от физических факторов, нанесенных на поверхность кожи, отражаются. Итак, пагубное воздействие солнечных лучей на кожу доказано, поэтому ваш дневной крем обязательно должен быть с аббревиатурой SPF. Защитите свою кожу и продлите свою молодость. Интересный факт. Оказывается, солнцезащитный крем препятствует производству витамина D, поэтому врачи рекомендуют два раза в неделю по 10 минут находиться в тени без защиты. И еще одно. Забудьте про солярий. Любите свою кожу. На этом у меня все. Также любите себя и своих близких, конечно. До встречи. Стиль ведущих – салон-студия «Соло». Калинина, 13. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова